Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас в гостях, скажем так, второго выпуска общения без галстуков. Я вот успел снять галстук, хорошо, а то как-то глупо выглядел бы с галстуком. Сегодня у нас второй выпуск, и в студии вместе со мной наши давние партнеры, партнеры компании Амаркетс, Владимир Пересада и Артем Звездин. Спасибо вам, ребят, что смогли найти время присоединиться сегодня к эфиру. Эфиру, тема, насколько вы знаете, сейчас на злобу дня, это то, что происходит с долларом. Вы, видны эксперты финансовых рынков, я думаю, что поскольку более-менее приближены к тому, что на них происходит, вас в том числе и близки, заваливают вопросы, что ждать от доллара и так далее. Ну, вот лично ко мне часто обращаются с этим, может даже поднадоело. Поэтому думаю, что из этого ролика, если мы сможем разжевать тему очень хорошо, и все-таки через какие-то конкретные установки, аргументы, тезисы, доказательства дать посылы того, что с американской валютой может произойти дальше, и то, что происходит, сейчас тоже можно объяснить. Я думаю, что контент будет, ребят, очень полезным. Поэтому еще раз вам большое спасибо. Давайте тогда начинайте вопросы в студию. Кто хочет, может взять слово. Я первым, скажем так, уверен, что высказаться будет возможностью всех. Как вы думаете, ребят? Вот, например, первый вопрос. Доллар находится прямо в моменте. Сейчас гляну. Секундочку. Ну, я привык говорить о перспективах доллара, в принципе, заходя через индекс американской валюты, ну, как оценка, как бы объективная вдоль всего широкого рынка, потому что, если будем говорить по какой-то отдельную валютную пару, там со стороны, опять же, оппонента доллара может быть фон, который меняет вот объективность этой картины. Индекс доллара прямо на чистоту. 92-99, прям 93 сейчас пункта. С точки, извините, техники, ребят, если кто-то из вас будет сегодня к ней обращаться, я поддерживаю и технический анализ, опять же, сейчас очень хороший уровень для разворота. И я считаю то, что американская валюта, опять же, сохранит нисходящий тренд, потому что у меня есть объяснение, почему доллар под давлением, почему американская валюта будет снижаться дальше. Вы это сравниваете, связываете с инфляцией, которая происходит, или с будущими выборами Трампа? То есть, то, что он будет выбираться. Много экспертов, кстати, опять-таки, говорит о том, что в связи с этим доллар будет опять-таки стоить дешевле. Почему бы и нет? То есть, это как идея, как вариант? Ее можно использовать, эта идея? Конечно, нужно. Это, если ты будешь говорить, уже с тобой как бы кулуарно определились на «ты». Сегодня у нас встреча без галстуков. Я как раз вчера купил дорогой итальянский галстук, и мне повезло немножко. Вот, я тоже говорю, вот успел я снять свой. Но ничего, все правильно. Если ты захочешь зайти с позиции выборов, мне эта тема очень импонирует. Я ее даже поддержу, и, в принципе, тоже есть что сказать. Я согласен, что политическая подоплека есть, ну, по крайней мере, потому что ни одни выборы спокойно не проходят, а выборы, где участвует Трамп, это вообще бомба. И, конечно же, рынки будут трясти. Доллар, разумеется, так же будет ходить. Ребят, а... Ну, кстати, извини, Артем, сейчас вклинюсь в разговор. Смотри, по поводу доллара, выборов и, в принципе, Америки. Мы сами видим прекрасно, что сейчас с американским рынком акций, и то, насколько он сейчас высоко. И, соответственно, многим людям сейчас интереснее активы. То есть заходят, во-первых, в активы из доллара, а во-вторых, в евро. И если брать фьючерс евро, то сейчас количество открытых позиций длинных по евро, оно рекордное вообще за всю историю. И, следовательно, сейчас ставят больше не на доллар, а есть альтернативы, которые растут и которые проще сейчас торговать. Поэтому из доллара сейчас потихоньку все вытекает. И индекс, если с текущих смотреть, то, да, есть перспективы разворота. Но интереснее было бы брать, если его уронят ниже примерно на, наверное, 90. Значение индекса 90, 89. Там я готов позиционно брать. Но даже сейчас вот у меня открытое, короткое по австралийскому доллару. Следовательно, я уже пробую потихоньку где-то ставить на возможное усиление. Но в целом, наверное, с данных значений еще рановато. Могут дернуть и, опять же, выборы те же на носу. И американский рынок, в нем топлива много. И объемы по доллару тоже не падают. Если бы мы видели, что, допустим, в коротких уже не заинтересованы по доллару, можно было бы о чем-то говорить. Но сейчас по-прежнему люди пытаются торговать развороты. Еще не всех наказали. И на этом может пойти, в принципе, и дальше. Владимир, ты имеешь в виду, что люди сейчас выходят из бакса и заходят в бумаги? Ты это имеешь в виду? Ну, не совсем так. Они зашли уже в бумаги. При этом многие пытаются торговать разворот. Именно брать доллар, допустим. То есть сейчас пытаются люди торговать продажи по евро, покупки канадец, покупки доллар-франк. И на каждом минимуме их сносят. Это видно по объемам, что все-таки есть еще топливо для того, чтобы могли дернуть вниз. А по фонде тоже много бумаг, которые интересны для покупок, даже с текущих цен. И индекс продолжает идти дальше. То есть заинтересованы. То есть не то, чтобы много. Что бы вы ни купили, все будет расти. Да. Ну ладно, ребята, а если возвращаться все-таки в плоскость именно того, что происходит с долларом. Вот график, я думаю, у всех открыт там параллельно. Есть индекс американской валюты. Ну, снижается. Нисходящий тренд очевидный. Валимся. Ну, хотелось бы понять, с чем это связано. Почему продают доллар? Почему из него выходят? Не будем брать в расчет динамику последних двух дней. Потому что если бы ее не было, то, скорее всего, уже бы индекс доллара был бы в районе 90 пунктов. Да здесь даже, Артем, вот эта вот динамика последних двух дней с точки зрения теханализа, если ее рассматривать, она все равно негативная. То есть она все равно распределяется шарты, как сказал Владимир. И здесь, конечно, перспективное движение большее до таких глобальных лоев до уровня 89-50. Но все равно я как бы закладываю такую локальную возможность позитивного сценария в случае, если что-то пойдет не так. В данном случае, если что-то пойдет не так, это если что-то будет позитивное. В принципе, где-то локально до 95 можно рассматривать, но не выше. Опять же, выше 95 я даже и не прогнозирую данный инструмент. 85-700 где-то так. Почему в доллар перестали верить? Почему позволили так ему просесть? Ведь в каждом учебнике экономической теории написано, что чем хуже ситуация в мире, а сейчас она объективно плохая, мы можем зайти издалека, вспомнить отношения США и Китая и опять же упереться в эту пандемию. Мы же все с вами, ребята, реалисты, мы понимаем, что мировая экономика не сможет остановиться быстро, а правиться от того, что произошло это. Почему на таком фоне доллар перестал пользоваться спросом? Почему его перестали рассматривать в качестве защитного инструмента? Я лично сравниваю это, связываю это с переоценкой. То есть, опять-таки, ненормально, когда что бы ты ни купил в зоне доллара, это все равно отрастало. Это абсолютно ненормальный и непонятный, по большому счету, для меня процесс. Понятно, что подобная картина должна была рано или поздно закончиться. И вот она сейчас потихоньку закончится. Я связываю, конечно, происходящее и с торговой войной в Китае, и в целом с переоценкой как таковой. Здесь уже, Артем, у вас нужно... У тебя, прошу прощения, не забываюсь. У тебя нужно спрашивать касаемо именно фундаментальной повестки. Но технически рынок тупо был перекуплен. Он просто был перекуплен. И все, кто хотел купить, они сейчас уже практически купили. Да, есть еще топливо, так сказать, для такого локального движения, локального отроста. Но в целом, если говорить, в целом ситуация такая. Очень-очень нехорошая, можно сказать. И самое страшное во всей этой картине, я не знаю никаких защитных активов, которым мы бы могли довериться. То есть видно, что инвесторы перекладывают свои инструменты в золото, например, перекладывают свои инструменты в биткоин. Но видно, что золото как-то вроде бы выросло, но не особо оно вот старается идти. В общем-то, как и биткоин с сумасшедшей волатильностью. И пока что какой-то спасительный инструмент. Вот я сам нахожусь в поисках спасительного инструмента, потому что вся эта ситуация, она меня тоже пугает. Мы все вместе теряем деньги. С этим нужно что-то придумать. Вот смотрите, по поводу индекса. У нас все привыкли оценивать индекс как некий синтетический инструмент, который показывает нам, где в принципе можно заходить в доллар, либо выходить из него. Но сейчас многие не учитывают то, что индекс по факту сейчас это и есть евро-доллар. Почему? Потому что основные объемы именно на евро, как я уже сказал раньше, и сейчас ход индекса такой, потому что евро в космическом спросе. И если глянуть, допустим, на американский фондовый рынок и на европейский, то европейский относительно стагнации, то есть если сравнивать с Америкой. А при этом к евро интерес высочайший. Вот возможно, когда все-таки европейские акции станут попривлекательнее с точки зрения инвестора, тогда может, конечно, быть все-таки отток из европейской валюты в фондовый рынок акций. И тогда может быть отскок. И, в принципе, из-за того, что евро в дикой перекупленности, именно к нему интерес. Поэтому мы видим такое ослабление доллара. Сейчас основное – это вот евро-доллар и американская фондовая биржа. Вот там основные деньги по объемам. То есть, в принципе, можно это по открытому интересу отследить на фьючерсах. Поэтому тут все завязано только на этих двух частях. Вот сейчас, с моей точки зрения, нужно следить очень внимательно за поведением Америки, за поведением евро-доллара. И вот когда будет излом, тогда можно говорить о развороте. И вот я сегодня делаю ресерч для того, чтобы понять, где мне, допустим, евро шортить. С текущих я бы этого не делал. Потому что непонятно. Это как лотерея сыграй. После движения – консолидация. А вот где-то уже выше, вот я записал себе тут, у меня лежит шпаргалочка 1.22-1.24. Это среднесрочный позиционный. И, соответственно, спрос – это 1.13-1.12. То есть, вот где-то там можно говорить о том, чтобы заходить в рынок конкретно по доллару. То есть, в принципе, будет очень закоррелировано. Поэтому берете любой инструмент, сравниваете с уровнями по евро-доллару и заходите. Это, наверное, логично будет. Ну, правильно я тебя понял. То, что доллар продают, потому что евро покупают. Да. Это видно по фьючерсам. Объемы аномальные. Нигде нет таких объемов, как на евро-долларе. И опять же… Евро получается теперь как некая валюта спасения. Что-то вроде золота и пятка. Да. И они уже паникуют. ЕЦБ уже паникует по этому поводу, что у них уже показатель дефляции высокий. И того, что им неинтересно по факту такое дорогое евро. То есть, они уже даже бросали какие-то вбросы в инфополе, чтобы как-то попытаться снизить курс евро. Но особо это не помогает. И уже, наверное, все знают, что интервенции сильно не сдерживают. И они пытаются как-то зайти через инфополе. Но пока все тщетно. Мне кажется, вот эта перекупленность о евро, о которой ты говоришь, она, как правильно и четко заметил Артем, просто блестяще, на мой взгляд. Артем, ты маэстро. Просто маэстро. Она очень четко связана с долларом. То есть, у нас с одной стороны доллар, он, ну так уж, откровенно говоря, хоть ему и есть куда падать, он перепродан. И на фоне этого, конечно же, по всей видимости, инвесторы спасают свои деньги. Вопрос в том, что, опять-таки, я не сторонник вот таких разговоров, когда люди говорят, например, про Теслу, которая дико выросла, потом резко упала. Когда люди считают, что если что-то выросло, оно и дальше будет расти. На мой взгляд, если что-то выросло дико, либо упало, то в ближайшее время начнется разворот. И в данном случае, если мы говорим о евро и о перекупленности в евро и о перепроданности в баксах, то, конечно, рано или поздно вся эта лафа закончится. И, по всей видимости, опять-таки, эти две валюты, они найдут какое-то свое среднее значение, уйдут в долгую-долгую такую, ну, флэт, пилу, называйте как угодно. Опять же, вопрос цен, когда будет подобное происходить. Потому что все вот то, что я сейчас сказал, это больше такая некая философия, теория. Ребята, тоже свои пять копеек ставлю. Я думаю, что тема будущего европейской валюты, это из этого может вырасти как бы даже новый выпуск. Потому что мне есть что-то сказать про евро, есть своя точка зрения. Но если все-таки про доллар, я не считаю, что эта история связана между собой евро и доллар. То есть, если бы сейчас только евро рос, ладно, я бы согласился. Ну, растет весь риск рынка Форекс. И неплохо. Я думаю, что можно легко сравнить динамику евро-доллара, австралийца против доллара, новозеландца, канадца с долларом. То же самое было. Неужели люди уходят в австралийца, в новозеландца, потому что считают, что эти экономики надежнее и лучше, чем американская сейчас. Ладно, не буду томить, ребят. Я вот что скажу. Вот недавно у меня было интервью на РБК. И вот мне тоже задали простой вопрос, почему доллар снижается. Ответ, на самом деле, тоже очень простой. Долгое время, и вы-то точно наверняка это знаете, самые высокие ставки. Где были до пандемии? Они были в США, среди развитых стран, конечно же. И я это точно знаю, потому что очень давно нашел для себя инструмент для заработка. Это операция Киритрейг. Когда ты берешь, простым языком, тупо, занимаешь деньги, ну скажем, евро, доллары, условно говоря, конвертируешь их в американскую валюту, используя американскую валюту, вкладываешь американские облигации. Это гарантированный доход. Это и есть как бы основная концепция Киритрейда. Когда доллар сломали, когда началась пандемия, и ФРС не нашел, не придумал ничего другого, новационного, новаторского, прорывного, кроме как тупо начать снижать процентные ставки. Я не виню ни в коем случае. ФРС, я думаю, что так поступил бы, наверное, руководитель любого адекватного центрального банка. Когда что-то происходит с экономической конъюнтурой в стране, нужно что делать? Смягчать монетарные условия. То есть смягчение монетарной политики – это снижение процентной ставки. Когда начали активно снижать ставку, вот, кстати, как вы знаете, ребят, она сейчас находится на нуле. Как отреагировала на эту доходность американских трежерис? То есть она логичным образом стала снижаться. И когда все просто осознали, не только я, что люди с большими деньгами, все, больше нет вот этой лавочки бесплатной, Киритрейда, все кончено, то есть был гарантированный доход, и его нету. С чем мы столкнулись, как трейдеры-инвесторы, смотрящие за всем, что происходит со стороны? С тем, что американские облигации перестали пользоваться спросом. Если не идут деньги в американские облигации, как могут идти деньги в доллары? Это парадокс. Поэтому, ребят, как объяснить текущее снижение? Очень просто. Тем, что ставку ключевую понизили, за этой ставкой полетели вниз доходности американских облигаций. Есть, как вы знаете, две составляющие модели. Это классические рынки облигаций. Есть те рынки, которые облигации, которые тоже такие же, только они еще включают страховку от инфляции. Так называемая реальная доходность американского рынка долга. Месяц назад, хорошо, ладно, не месяц. Два месяца назад она, ребят, была отрицательной. Это парадокс вообще. То есть, вы представляете, те крупные фонды, а я знаю даже некоторых физических лиц, которые работали с этими бумагами, покупали эти облигации в конце прошлого года с доходностью больше 1%, а когда началась пандемия, они видят доходность минус. То есть, представляете, они пришли зарабатывать, а реальность такова, что за нахождение в этих бумагах им теперь приходится платить деньги. Ну, это как вот со ставками ВЦБ. Как только краник вот этот закрыли, разумеется, доллар полетел вниз. И вот вторая часть вопроса. Когда ситуация изменится? То есть, когда доллар начнет активно расти? На основании того, что я сказал, что на доллар влияют облигации, логичный ответ, что как только облигации в доходности будут расти, доллар начнет укрепляться. А когда облигации начнут расти? Когда ФРС поднимет процентную ставку. И вот как бы следующий вопрос, ребят. Как вы думаете, вот в текущих реалиях ФРС может позволить себе поднять ключевую процентную ставку? Хороший вопрос. Вроде бы эту ставку нулевой, ее сохранили на несколько лет, насколько я слышу. Все верно, да. И в итоге этот отток, он будет сохраняться, если мы его предполагаем. Верно ли я понимаю, Артем, что крупные деньги, если мы предполагаем, да, там, институционалов, опять-таки, они выходят из бакса. Тем самым у нас создается избыточность предложения и стоимость, соответственно, бакса опять-таки падает. Я верно понял? Ну да, в двух словах. Тогда другой вопрос. Куда эти деньги сейчас уходят? Я думаю, что по росту фондовых рынков мировых, понятно, что они уходят в риск. И фондовый рынок США – это явный тому доказательство. То есть фондовый рынок США – это, я думаю, что тоже отдельная тема. Ну, это опасная ситуация. Это взрывоопасная ситуация образуется. Так же по-хорошему, если подумать. Конечно, конечно. Если бы мне сейчас сказали и спросили, стоит ли покупать фондовый рынок США, я бы предположил, что, ну, пока что стоит, потому что выборы на носу. Ну, как вы? Вы можете себе позволить ситуацию, представить ситуацию? То есть вы на месте Трампа находитесь. Вы отстаете от Байдена. То есть ваши очки влияния не такие, какие могли бы быть. То есть вас опережают. Вы хотите стать президентом. Вы – человек, который лоббирует идею постоянного заработка на фондовом рынке. Если бы сейчас фонда обвалилась, да и Трамп автоматом потерял бы 40% своего влектората. То есть если Трамп не может гарантировать единственное то, что он, в принципе, и добился роста на фондовых рынках, зачем за него голосовать тогда? Поэтому до выборов Трамп будет делать все, что угодно. Он будет звонить Паулу перед каждой конференцией говорить. Если ты сегодня хотя бы позволишь себе сделать намек на ужесточение монетарной политики, мы тебя посадим в завтра. Поэтому ни в коем случае не делай этого. Говори все. Ходи вокруг да около, ну чтобы все уловили только одну идею, что монетарная политика будет мягкой. И посмотрите, Паул идеально справляется с этой задачей, делает именно так. То же самое с Конгрессом, который сейчас не может согласовать, как вы знаете, новый пакет фискальных стимул. То есть это вопрос, он решится в ближайшее время. Не может согласовать. Почему? Потому что они на конекте. Они вернутся через две недели, и первое, что они сделают, обсудят этот вопрос. И эти деньги нужны, потому что Трамп заботится о своем политическом будущем. И, разумеется, Трамп сделает все возможное, чтобы сохранить интерес сейчас к фондовому рынку. Поэтому вот когда у меня спрашивают, стоит ли покупать S&P, NASDAQ, Dow Jones, я отдаю рекомендацию. Dow Jones, да, можно, потому что он встает, он последний, он лузер идет. И по сравнению с S&P и NASDAQ, он даже еще на исторический максимум не вышел. Хотя, прямо интересно сейчас глянуть. Чуть-чуть ему, ребят, остается, прям совсем. 29 тысяч пунктов уже, у него максимум, по-моему, 29 500. Вот там еще можно посидеть. Ну, работать с фондовым рынком США смело можно до президентских выборов. Ну, кстати, смотри, Артем, одну ремарку сделаю. Я-то в основном на фондовом сейчас работаю. И, как вы уже знаете, у меня на Exant и на ETORA свой фонд. И, смотрите, на Exant сейчас соотношение длинных позиций к коротким на S&P 72% в пользу длинных. То есть сейчас каждый, кому не лень, очень активно покупает Америку. Очень много люди понабирали портфелей на последнем падении, на начале отскока. И они рано или поздно будут выходить. А выходить они будут, естественно, в доллар. То есть это тоже логичным образом может повлечь за собой какой-то откат. Но это будет после Трампа, получается, после выборов Трампа, по идее. Да, это было бы логично. Но, мало ли как, все мы понимаем, что рынок — это такая структура непредсказуемая, нужно быть готовым ко всему. Поэтому я, допустим, очень аккуратно сейчас в этом плане смотрю на рынок. Пытаюсь уже где-то покупать доллар и при этом не бросаю акции, потому что еще есть топливо. То есть так двояко. Ну, если фондовый рынок обвалится до выборов, я буду потрясен в прямом смысле. Ну, то есть будет очевидно, что Трамп, ну, наверное, следующим заявлением важным на рынке после обвала сообщений о рынке будет то, что Трамп снимает свою кандидатуру с президентской гонки. Ну, потому что, опять же, как можно выиграть на черном понедельнике, на черном вторнике или что там будет. Потому что мы же с вами понимаем, что тут коррекции не попахивают. Тут на фондовом рынке назревает такая бомба, которая минус 15-20% как минимум. А знаешь еще, в чем нюанс, что люди сейчас все так же, как мы, сидят и рассуждают, пока не будет выборов, можно все активно держать и может сработать в один определенный момент. Так, пока не начались выборы, надо забирать свое, что я успел заработать. Если так подумает не один человек, а десяток другой и начнут выходить, это тоже может за собой панику. Это, если бы так думала какая-нибудь такая сочная репрезентативная выборка, уже давно коррекция была. Но так не думают. Я делаю это в плане покупок фондового рынка уже много месяцев и ничего не меняется. Каждую неделю у нас переписи локальных максимумов. Некоторые истории успеха, такие как Тесла, просто остается сказать мир с пятил. Что творится вообще? Я, опять же, отношусь к категории тех трейдеров, которые анализируют, например, бумаги для своего портфеля с точки зрения их реальной стоимости. То есть я соотношу капитализацию компании со стоимостью активов. Это классика школы Грэхом и еще и Ворн и Баста. Ну вот нравится мне этот подход. Я прям считаю, что круче него еще ничего не придумали. Тесла – это загадка. Я не знаю, почему позволили так вырасти. Но, видимо, опять же, почему? Потому что сейчас вы знаете, ребят, ситуация вообще интересная в Штатах, когда ты можешь не работать и на пособиях по безработице существовать припевающе жить, получая больше, чем ты зарабатывал, когда ходил на работу. То есть на пособиях по безработице – это даже не повышенные пособия. Сейчас люди получают по 500-600 долларов в неделю. То есть 2 400 в месяц. А многие из представителей низкоплачиваемого труда работали на 1,5-2 тысячи, ходя 5 дней в неделю на работу. То есть зачем им сейчас возвращаться на работу, когда они через пособия получают эти деньги. И многие принимают решение на основании вот этих хайповых историй, в какую страничку в Инстаграм не зайдешь или куда-нибудь там вот эти хайпы и взлеты Теслы, Эппла, триллион еще сверху капитализации и так далее. Ну, как на это не повестись? Как на этом тоже вот не попытаться не заработать, когда тебе со всех сторон кричат, что если ты сегодня купишь, да все что угодно ты купишь, ты завтра будешь в плюсе уже. И реально эта история работает. С фондовым рынком, я думаю, что мы чуть-чуть с вами разобрались. Ну, у нас все позиции сходятся. До выборов пока сидим и не рыпаемся, как говорится. Конечно, все может произойти в любой момент. Мы можем закончить сегодняшний эфир с вами и рынок обвалится. На 20%, на 30%. Но я думаю, что это маловероятно. Пока у нас сохраняется ставка на рост фондового рынка, значит, доллар будет у нас под давлением. И я думаю, что будет еще раз как бы информативно, ребят, если вы обозначите уровни по ожиданиям того же самого индекса доллара, а на основании этого уже все те, кто нас будет смотреть, сделают выводы, как работать с другими инструментами. То есть, Владимир, что ты думаешь? Если все-таки у нас доллар перейдет опять же коррекцией сейчас, 93 пункта в данный момент, он может развернуться легко. Может развернуться сейчас, может развернуться через 95, как говорил Артем. Ну вот смотри, я, допустим, готов говорить о продаже доллара повторной. То есть, в текущих, когда уже перепродан, неинтересно. Но я жду все-таки выше коррекционная зона. Я торгую среднесрочно, поэтому мне интересно занимать позиции длительные. И я бы смотрел со стороны 96-97 с половиной по индексу. Это если говорить о коротких по доллару. Если говорить о длинных, то это 90-89. Слушай, ну чтобы с 96 уйти на текущее значение, рынку понадобилось 3 месяца. То есть, ты думаешь, что через 3 месяца можно будет посмотреть на продажи доллара? Ну, здесь, если говорить о ситуации, она сейчас очень нестандартна. То есть, если с текущих будет все-таки опять же рост, то он, наверное, будет очень импульсным. То есть, высока вероятность. Потому что сейчас… А на чем он будет-то? Вот этот вопрос. На чем? Элементарные законы – законы спроса-предложения. Сейчас каждый, кому не лень, он в коротких по доллару и в длинных по смежным активам. И есть такое понятие, как стопы и фиксация убытков. Когда движение импульсное, люди сразу пытаются выбежать из сделок. Это провоцирует дополнительный импульс. Так же, как было это на падении Америки, так же, как это было на росте евро. А процентное изменение было колоссальное. То есть, в плане период времени на АТР. Так что я все-таки… Я два эти значения беру. Если они будут, я буду торговать валюту среднесрочно. Если не будут, я поторгую акции. Ну вот смотри, завтра будет нонфарм. Важный отчет. То, что статистика сейчас влиятельная для доллара и доллар на нее ведется. Это мы убедились еще в начале этой недели, когда вышли отчеты по производственной активности. А сегодня, кстати, ребят, 17.00 по московскому времени. То есть, относительно скоро отчет по активности в сфере услуг. Вот, пожалуйста, новый триггер. А вопрос такой, Владимир. Все-таки по нонфармам. Как ты думаешь, они больше подогреют интерес к доллару, либо могут сбить спесь с него и отправить ниже? Или ты абсолютно уверен, что теперь 95 ждем и… Ну, не совсем так. Я торгую вероятностью и на самом деле никто из моего окружения, может быть, из вашего кто-то уже научился, но никто из моего окружения не научился прогнозировать курс. Я просто говорю о вероятностях. То есть, где интересно купить и продать. Интересно купить 90.89, интересно продать 96.97. То есть, это мое мнение. Все, что между, вероятность пониженная. Поэтому я стараюсь в стороне смотреть. А в плане того, что будет после нонфармов, честно, я не представляю. Идет стагнация и что с этим делать? Это лотерея. Артем, а ты что думаешь? У тебя какие-нибудь целевые значения есть на твоих радарах? У меня целевые значения. Я их обозначил. Это если мы пробьем 92.500, то мы, в принципе, дойдем ниже до 89.50, до ближайших таких исторических лоев. Понятно, что это будет не сразу, через некоторое время. И здесь, в первую очередь, существуют те драйверы роста, которые, Артем, ты подметил. Под ними просто хочется подписаться. И помимо этого, здесь еще и технически хочется и с Владимиром согласиться. Что здесь тоже и технически есть эта возможность. Но здесь есть такая вероятность. Все-таки, если мы пробьем существующие, так сказать, небольшие хаи, это 93.700, то мы, в принципе, можем дойти до 95.760. Но, опять же, вот это движение вверх, которое мы как бы предполагаем, оно такое маловероятно. И если сейчас рассматривать возможность заработка на этом движении, я бы все-таки не рекомендовал сюда суваться в покупке. Очень много риска. Но только если совсем небольшой позиции, так в качестве повезет, не повезет. Но это, конечно, не торговля. Это такое. Ребята, спасибо вам за вашу точку зрения. Скажем так, в сухом остатке, раз вы обозначили свои позиции, я скажу мнение свое, выскажу. Тоже субъективное. Я все-таки склонен полагать то, что выше текущих значений сильно мы не уйдем. То есть даже с точки зрения техники, вот у меня прям четырехчасовой таймфрейм открыт, прям там хвостиком вот этот нисходящий канал рисуется хорошо. И вот мы как раз бьем сейчас в верхнюю границу этого коридора. Думаю, что вот сейчас уже рынку трудно идти выше и, скорее всего, будет разворот. Ну, может, чуть-чуть мы выше пойдем, там, 93.50, но не выше. Я не верю в доллар. Почему? Потому что я верю в фондовый рынок пока что в США. То есть невозможно верить и в доллар, и в фондовый рынок. Это было бы парадоксально. Я не верю в доллар, потому что я не вижу предпосылок для роста доходности американских облигаций. То есть, знаете, раньше они были. Раньше это до выступления Паулса на Джексон-Холле. То есть раньше все верили, что сейчас, если инфляция начнет расти, как будет действовать центральный банк? Будет повышать процентную ставку. А на конференции Паулс что сказал? Политика инфляционного таргетирования, риск инфляции больше не существует, если вы уверены, что мы будем повышать ставку, забудьте об этом. Правильно, Артем подметил то, что ставки не будут повышать несколько лет. Аналитики Сити, Кулман Сакс и Дж.П. Морган говорят, что до 2025 года вообще ставку не поднимут. Поэтому доходности будут оставаться на низких значениях. Без роста облигаций доллар не будет расти. Доллар – это незащитный инструмент, потому что если бы доллар был защитной валютой сейчас, каждый раз, когда бы появлялись новости об очередном всплеске заболеваний коронавируса в каком-то регионе, в тех же самых США и Европе, доллар бы улетал в космос. Доллар остается под давлением. Доллар такой же риск стал, ребят, как и евро раньше, фунт и так далее. Я согласен, что европейская валюта есть больше шансов вырасти против евро. Знаете почему? Потому что евро претендует на то, чтобы потеснить доллар в плане резервной валюты. Совсем недавно была новая инициатива от властей ЕС выпуска еврооблигаций. То есть это те бумаги, единые еврооблигации. Знаете, не отдельных регионов, а вообще всего Содружества ЕС. Это бумаги, которые могут потеснить казначейские облигации. И если они придутся по вкусу, по душе инвесторам через полгода и так далее, то у казначейских облигаций вообще не будет шансов выкарпаться, так же, как и у доллара. Потому что новая резервная валюта станет европейская валюта. Я не отрицаю такой сценарий. Когда-то ведь должен произойти закат доллара, правильно? Почему он не произойдет, например, в наше время? А закат доллара ждали очень давно, еще 20 лет назад не происходило. Возможно, мы станем свидетелями таких вот интересных историй. Это очень пессимистично. Как я уже отметил, керри трейд уже нет, не работает. Если доллар-рисковый инструмент, значит, давайте работать с ним логично, как и с другим рисковым активом. Если выходит плохая статистика по региону, значит, продаем. Впереди нонфармы, я в них не верю, ребята, потому что EDP сами видели вчера были. Хуже ожиданий, то есть ждали там миллион почти по факту 400 тысяч новых рабочих мест. Нонфармы, скорее всего, будут такими же плохими. Ну и, конечно же, я вижу, что происходит с балансом федрезервов. Начинали с 4 триллионов этот год, сейчас 7 триллионов. Я думаю, что до конца года будет 10. То есть через покупку программ количественного смягчения. Поэтому аргументов фундаментальных достаточно, чтобы ставить на снижение доллара. Можно рисковать даже с текущих значений. Я думаю, что американскую валюту, в принципе, позиционно нужно продавать. Когда что-то изменится, ребят, я думаю, мы снова соберемся, обсудим с вами и поделимся своей точкой зрения. Обязательно. Сегодня у нас в гостях был Артем Звездин и Владимир Пересада. Ребята, большое спасибо, что откликнулись на призыв. Помогли нам разобраться. Ну и, разумеется, дали свою точку зрения того, что происходит с этой... Можно я немножко вот вставлю все-таки 5 копеек? Я не могу так оставить, так сказать, наших слушателей без моего мнения. Мне хочется дать вот такую небольшую рекомендацию. Я полностью согласен с Артемом касаемо его позиции. Но все-таки сейчас в рынках очень много риска. Прям очень много риска. И это касается не только в целом фонды, но и в целом доллара и так далее. Здесь можно прибегнуть к старому доброму правилу. Вот не понимаешь, не торгуй. Либо используй небольшие капиталы. Не нужно ссоваться там, где много риска. Существует огромное количество возможностей для заработка. Тем более у компании есть много различных инструментов, на которых можно зарабатывать. И я думаю, что вот эти высокорисковые инструменты – это последнее, о чем стоит подумать инвестор. Но, опять-таки, только мое мнение. Абсолютно с этим согласен. Абсолютно тоже подписываюсь. Потому что, насколько бы вы не были крутым технарем, либо фундаменталистом, насколько бы у вас не был крутой советчик, который находится рядом, никто не знает, куда пойдет рынок. Абсолютно никто. Если кто-то говорит, что знает, плюньте ему в лицо. Это наглый лжец. И мы с вами занимаемся оценкой вероятности, прогнозов и так далее. Главное – контролировать риск-менеджмент. Есть правила классические. Какое плечо нужно использовать, какое нельзя применять в торговле. Если, друзья, из тех, кто слушает нас и будет смотреть этот контент уже, есть какие-то пробелы с этим, то есть вы не знаете, что такое риск-менеджмент, пожалуйста, свяжитесь с персональным менеджером, который есть у каждого клиента нашей компании. Задайте вопрос, что такое риск-менеджмент, и расскажите мне, пожалуйста, как его применять. И вам окажут самую компетентную и профессиональную помощь. Такие вещи нужно знать. Ребята, ну тогда заходим на второй круг. Прощаюсь со всеми уже. Хорошего вам закрытия этой торговой недели. И я уверен, до скорых встреч. Спасибо. Да, ребят, спасибо за приглашение. Было приятно с вами подискутировать. Всем спасибо, всем пока. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok